Уважаемые десятиклассники, урок алкебры и начал анализа, урок номер девять. Ну, сегодня вы на сегодняшний день остались без домашнего задания, поэтому сейчас будем работать после отдыха в выходные дни. Сегодня у нас в школе, как раз вот сейчас, через 13 минут, начинает свою работу Международная математическая олимпиада Аймоо 2020. Поэтому мы работаем параллельно с проведением тура олимпиады. Шесть ребят-представителей нашей страны участвуют в олимпиаде. Среди них наш выпускник Сулеймонов Тимур. Поэтому я и, наверное, вы вместе со мной тоже очень переживаем о том, что происходит, но мы с вами работаем по плану. Итак, значит, тема нашего сегодняшнего урока. Мы продолжаем тему предыдущего урока. Значит, так. Свойства и графики тригонометрических функций. Мы с вами на прошлом занятии попытались поговорить и поговорили частично о вообще свойствах функции. Вспомнили определение функции. Вспомнили какие некоторые свойства функции, потому что мы за временем будем изучать другие свойства функции, более сложные. И попробуем свои знания теперь применить к тригонометрическим функциям. Поэтому сегодня на уроке мы собираемся изучить, понять функции синус-косинус. Как функцию, как зависимость переменной х от переменной у, где в роли независимой переменной выступает угол. А когда угол измеряется в радианах, то мы говорим число. Представим эти функции как числовые функции. Рассмотрим их простейшие свойства, вспомним и построим графики. И изучим функции тангенс и катангенс. Их простейшие свойства и графики. Итак, сейчас я закрою одну презентацию и будем работать по следующей. Итак, функции синус и косинус, их простейшие свойства и графики. Мы рассматривая функции синус-косинус, говорили синус-альфа, косинус-альфа и всегда обращались к единичной окружности. Мы проводили аналогию единичной окружности для рассмотрения этих тригонометрических функций с числовой прямой. Так же, как на числовой прямой. Для того, чтобы проследить взаимнооднозначное соответствие между точками числовой прямой и числами, мы выбирали начало отчета, нулевую точку, мы выбирали направление положительного отчета и единичный отрезок. Точно так же вспомните, вот это начало отчета углов, угол поворота от начала отчета откладывается, положительное направление углов против часовой стрелки отчета углов, отрицательное направление отчета углов по часовой стрелке. И мы уже с вами дали определение, что если точка P нулевое в результате поворота вокруг начала отчета от начального радиуса на угол альфа переместилась в точку P альфа, то и эта окружность наша единичная, единичного радиуса, то мы говорили, что косинус альфа это абсцисса полученной точки и синус альфа это ордината полученной точки. Значит поэтому ось абсцис в прямоугольной системе координат, в декартовой системе координат мы называем и будем дальше в дальнейшем называть ось косинуса, а ось ординат будем называть осью синуса. И вот если мы перейдем к обозначениям нам привычным и назовем угол поворота, это и есть переменная независимая буквой х, а значение тригонометрической функции той, которую мы будем рассматривать буквой у, то в этом случае мы можем рассматривать такие функции, как например у равняется синус х, у равняется косинус х. Поговорим о свойствах этих функций и попробуем построить график. Итак, мы говорили, что первыми свойствами, которые указываются, когда речь идет о функции, и прежде чем построить график функции, это область определения и множество значений заданной функции. Если мы рассматриваем функции у равняется синус х, у равняется косинус х, х у нас независимая переменная и это угол поворота, то мы с вами уже поняли давно, что х может принимать любое действительное значение. Поэтому вот так записывается, d от синус х равняется d от косинус х, области определения этих функций совпадают, и равняется r, а так обозначается числовое множество всех действительных чисел. Если говорить про область значения этих функций, то мы знаем, что значения тригонометрических функций синус х и косинус х изменяются от минус единицы до единицы. Ни больше, ни меньше не может быть ордината точки единичной окружности. И смело записываем, что e от синус х равняется e от косинус х, то есть совпадают множество значений функции синус х и косинус х. И это числовое множество, есть отрезок от минус единицы до единицы. Множество значений функций синус х и косинус х. Ну и давайте рассмотрим примеры, когда нужно найти область определения тригонометрических функций, но немножко пословнее, чем просто синус х и косинус х. Если мы рассмотрим функцию, у равняется 3 синус модуль х. Нужно назвать область определения и множество значений этих функций. Ну понятно, что под знаком синуса может быть любое число. Никаких опасных случаев здесь нет. Любое действительное число. Ну если там записан модуль х, модуль заставляет число под знаком синуса быть неотрицательным, потому что берется модуль. Но значение здесь может быть абсолютно любое. И х может быть любым действительным числом, и отрицательным, и неотрицательным. Поэтому d от y равняется r. Здесь вместо синус х записано название функции d от y. d от y, множество всех действительных значений. Если рассмотреть множество значений этой функции, которая обозначается e от y, как будем рассуждать? Синус любого угла принимает значение от минус единицы до единицы. Если мы это значение умножаем на 3, то согласно свойствам числовых неравенств, все части вот этого двойного неравенства умножаем на положительное число 3, знаки неравенства остаются теми, которые были при этом. Единственное, что каждое числовое значение во всех трех частях неравенства умножается на 2. И получается, что 3 синус модуль х принимает значение от минус тройки до тройки. Или y, который равен 3 синус модуль х, принимает значение от минус тройки до тройки. И мы можем писать, что множество значений этой функции, которая обозначается e от y, есть числовой отрезок от минус тройки до тройки. Переходим к следующему примеру. y равняется минус 2 косинус под знаком косинуса корень из х в квадрате минус 2х. Нужно назвать область определения этой функции. Смотрим. Под знаком косинуса может быть абсолютно любое число. Мы об этом уже поговорили. Но под знаком косинуса есть корень квадратный, корень четной степени. А это число, которое стоит под знаком косинуса, оно и должно существовать. Поэтому напомним, что корень квадратный существует для неотрицательных чисел. И поэтому записываем условия существования корня четной степени. Подкоренное выражение, которое у нас здесь х в квадрате минус 2х, неотрицательное. Другими словами, больше либо равняется нуля. Нужно это неравенство улучшить. Прошу прощения, если вы вспомните, что это квадратное неравенство. Левая часть неравенства это неполный квадратный трехчлен. Знак больше, либо равняется не строгий нуля. Значит решение находится за корнями этого квадратного трехчлена. Ну видно, что корни здесь 0 и 2. За корнями это левее меньшего корня, правее большего. Итак, х решением этого неравенства является объединение промежутков от минус бесконечности до нуля и от двух до плюс бесконечности. Лучи числовые. Концы промежутков включаются в ответ. И можем смело записать, что d от y это объединение числовых лучей от минус бесконечности до нуля и от двойки до плюс бесконечности. Если мы сейчас будем говорить об множестве значений этой функции, заданной y, то здесь рассуждаем следующим образом. Ну опять, вот буквой z называется выражение, которое стоит под знаком косинус. Почему называется? Потому что мы так решили обозначить это выражение. Косинус числа z любого изменяется от минус единицы до единицы. Если мы сейчас умножим значение этого косинуса на минус двойку, умножая все части неравенства на отрицательное число, по правилам решения неравенств мы должны поменять все знаки неравенства на противоположного смысла. Умножаем. Минус 2 косинус z в средней части. Знаки неравенства поменялись на противоположные. И минус 1 умножаем на минус 2, получаем 2. 1 на минус 2, получаем минус 2. Итак, теперь запишем в форме более удобной для нас, комфортной. Когда меньшее число расположено левее, y, что есть минус 2 косинус z, принимает значение от минус двойки до двойки, включая эти числа. То есть, e от y это отрезок от минус двойки до двойки, числовой отрезок. График функции синус x называется синусоидой. Ну, давайте немножко обсудим, как строится график функции синус x и косинус x. Сначала построим график функции синус x на отрезке от нуля до двух пи. Если угол меняется от нуля до двух пи, то мы вспомним, что это полный угол. Это когда мы делаем один полный оборот начального радиуса. Ну, если это положительный угол от нуля до двух пи, то против часовой стрелки. Значит, отмечаем на оси ординат. Вот, посмотрите, вот она, единичная окружность наша. Продолжается. Рисуем рядышком график функции. Ози абсцисс, ось ординат. И вот это значение x, это значение угла. Значит, на оси ординат мы отметим точки 0. Есть начало отсчета. Точка минус 1 и точка 1. И мы уже понимаем, что весь наш график функции, той, о которой говорим, y равная синус x, будет располагаться в полосе от y равной минус 1 до y равной единице. Другие значения синус не принимает. Дальше что делаем? На оси абсцисс точки 0, пи и 2 пи. Ну, помня, что пи приблизительно равняется 3,14. Обычно здесь вот отмечается значение пи, очень близкое к тройке. Ну и, соответственно, значение 2 пи очень близкое к шестерке, 6,28. Дальше. А дальше, чтобы построить график функции правильно, разделим отрезок от 0 до 2 пи и единичную окружность на 8 равных частей. И каждая тогда часть, вот такая, будет равняться пи на 4. Посмотрите, ну, если мы от 0 до 2 пи пополам делим, здесь точка пи отмечается, еще пополам делим, получается точка пи пополам, а здесь пи плюс половинка пи, 3 пи пополам правее, да? Это у нас 4 части получилось. И дальше еще каждую половинку разделим пополам и получаем, что мы разделили числовой промежуток от 0 до 2 пи, числовой отрезок на 8 частей. И здесь уголки отличаются друг от друга на пи на 4. Первая абсцисса за 0 пи на 4, дальше пи пополам, затем будет 3 пи на 4 пи, затем 5 пи на 4, 3 пи пополам, ну и так далее до 2 пи. Теперь точно так же разделили на 8 частей единичную окружность. И берем значение синуса, вот здесь вот, которое соответствует, у нас окружность единичная, поэтому она тоже у нас располагается вот рядом с осью ординат в полосе от минус единицы до единицы. Значит, что мы делаем? Мы вот это значение, которое ордината угла, ордината точки, полученной в результате поворота начального радиуса на угол пи на 4, вот она, мы ее вот сюда вот как бы переносим на ось ординат и находим на координатной плоскости точку с координатами пи на 4 и вот ординаты равны вот этому значению. Значит, мы-то вообще знаем, что синус пи на 4 это корень из двух пополам. Ну вот удобнее строить вот таким образом, точки на графике находить. Дальше. Для угла пи пополам ордината равняется единице. Если мы вот параллельную прямую проведем, соединим точку, которая получилась в результате поворота начального радиуса на пи пополам, найдем ординату, она единица, проведем линию у равна единица и получим точку с координатами пи пополам единица. Ну понятно, что я первый называю абсциссу у точки, а второй называю ординату. Итак, точка с координатами пи пополам единица. Следующая точка с координатами 3 четвертых пи. И ордината у этой точки будет такая же, как у пи на 4. Находим точку 3 четвертых пи, ну и мы знаем, что это корень из двух пополам. Синус пи равняется нулю. Находим точку с абсциссой пи и ординатой 0. Это точка на оси абсцисс. И так далее. Точка с абсциссой 5 четвертых пи и ордината получается минус корень из двух пополам. Но мы эту точку получаем на пересечении вот здесь вот прямой, которая проводится через точку, полученную в результате поворота начального радиуса на угол 5 пи четвертых на единичной окружности. И проводим линию параллельную оси ОХ. Получаем точку, вот еще нет линии, мы еще только строим эти точки, чтобы провести синусоиду. Затем точно так же строим точку с координатами 3 пи пополам и минус единица. Точку с координатами 7 пи четвертых и минус корень из двух пополам. Вот здесь вот параллельная линия оси ОХ через точку, полученную в результате поворота. Ну понятно. И последнюю точку с координатами 2 пи и 0. Теперь эти точки соединяем вот такой вот плавной линией и получили одну веточку синусоиды. Теперь, если мы учтем, что период у синуса равняется 2 пи, то есть, что через 2 пи радиан, а мы здесь откладываем углы сейчас в радианах, получается повторение всех значений и свойств функции. То далее мы можем вот эту вот линию повторять, как будто бы сдвигать от нуля на 2 пи, еще на 2 пи, в общем на 2 пи n. И получаем веточки синусоиды. И точно так же мы можем эту линию на 2 пи просто брать и от нуля двигать влево. Получим график функции у равняется синус х. Вот он внизу, этот график изображен. Посмотрите, вот она веточка, вот она веточка, которую мы рисовали. И потом эта веточка просто сдвигается вправо и сдвигается влево. И дальше дорисовывается. Так, а вот полоска от минус единицы до единицы иногда называется линией синуса. Если мы будем строить график функции у равняется косинус х, то надо вспомнить, что косинус х, вспомнить формулы приведения, равняется синус π пополам плюс х. Если запишем, что это синус х плюс π пополам, то мы можем говорить, что значение косинуса в любой точке равно значению синуса в любой точке, она обозначена х нулевое, плюс π пополам. И тогда график косинуса получается из графика синус х, у равняется синус х с помощью параллельного переноса на π пополам единиц влево вдоль оси абсцисс. Влево вдоль оси абсцисс переместить на π пополам. И получается вот такой вот график у равняется косинус х. Ну, потому что график функции у равняется косинус х получается из графика функции у равняется синус х. График функции у равняется косинус х тоже называется синусоидой. Теперь будем говорить о графиках функции тангенс и катангенс. Через точку с абсциссой 1,0 проходит вертикальная линия, которая называется линией тангенсов. Почему она так называется, мы с вами уже разговаривали. Если мы откладываем угол от начального угла и получаем точку π α, соединяем эту точку с центром окружности, продолжаем линию до пересечения с осью тангенсов, то значение тангенсов угла мы получаем вот здесь на оси тангенсов. Линия, которая проходит параллельно оси ОХ через точку с координатой 0,1, называется осью катангенсов. Ну и тоже мы с вами говорили, почему она так называется. И как найти значение катангенсов. Таким же образом, как косинусоида и синусоида, строится тангенсоида. Но я вам пока показываю только рисунок. И дома вы попробуете, опираясь на видеоурок, презентацию, построить веточку тангенсоиды. График функции y равная тангенс x называется тангенсоидой. Про функцию тангенс, вот посмотрите, вот они веточки тангенсоиды, y равная тангенс x график, и вот y равная катангенс x. Ну, если говорить об области определения функции, то мы из множества всех действительных чисел убираем те значения угла, которые дают косинус равный нулю. А для катангенса те значения угла, которые дают синус равный нулю. Поэтому вот у нас и тангенсоида, прошу прощения, и катангенсоида, они приближаются вот к тем значениям x, которые они принимать не могут. Так, ну и о четных, нечетных функциях вы посмотрите. Спасибо.